Конечная остановка для пассажиров 145 маршрутки наступила неожиданно. На Среднефонтанский автокран протаранил микроавтобус эталон недалеко от остановки. Стрела крана едва не прошила насквозь заднюю часть маршрутки. Пострадали двое пассажиров. Их отправили в травматологию 11 больницы. Оба пациента стабильные, средний степень тяжести, с ушибленными ранами головы, раны обработаны уши. На данный момент один пациент находится на дополнительном обследовании на компьютерном томографии, для того, чтобы определить тактику дальнейшего лечения. Второй пациент ушел на амбулаторное лечение. Пострадавший мужчина и женщина последний избежала серьезных травм и с обработанной раны отправилась домой. У мужчины же есть подозрения на сотрясение мозга. Если диагноз подтвердится, ему понадобится две недели на лечение. Сотрясение мозга лечится порядка дней 10-15. Поэтому я думаю, что в любом случае до двух недель заживают раны, которые требуют снятия этих швов. И вот за это произведение, в принципе, и лечится сотрясение мозга. Позже стало известно, что томография обнаружила у мужчины вдавленную травму черепа. Ему делают операцию. А вот патрульные полиции говорят, что пострадавших трое. Двое мужчин и женщина. Ей оказали помощь на месте, а вот остальных госпитализировали. По предварительной информации, нарушитель водитель автокрана. В управлении говорят, что патрульные быстро прибыли на место ДТП и помогали следователю собрать информацию. Именно он окончательно назовет виновника аварии причины травматического столкновения.